Скандал разгорелся вокруг дошкольного учреждения. В социальных сетях появился снимок, сделанный в одном из коррекционных центров Саратова. На фото ребенок связан, привязан к стулу, а рот у него заклеен скотчем. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Эти кадры, размещенные в одной из социальных сетей, шокируют. На них изображен маленький ребенок, руки, ноги и рот которого заклеены скотчем. По подписи к фотографии понятно, что так проходят уроки в коррекционном центре «Золотой ключик». Логопед-дефектолог с 20-летним стажем. В таком подходе к обучению ничего плохого не видит. Методику педагог считает обычной. Это обыкновенная методика работы с аутичными детьми. Как правило, с детьми с шизофрениками, психопатами мы редко пользуемся таким способом, потому что они ориентируются в своем теле. Но дети-аутисты очень часто не ориентируются в своем теле. Они не знают, где у них рот, они не знают, где у них руки и не знают, где у них ноги. Кто работал с такими людьми, тот прекрасно понимает, о чем мы говорим. Кто не работал, тот никогда не поймет, пока не увидит. Это обычный способ. Вот это может показаться жестоким. Когда ребенок, боящийся пространства закрытого, его нужно избавить от этой боязни, он его заталкивает. Он орет смертным криком. Один педагог сюда его заталкивает и пытается заставить его пролезть. С другой стороны, педагог ему помогает отсюда вылезти. В своей работе специалисты коррекционного центра используют разные методы. Цветной скотч утверждают, они использовали не в виде наказания, а в качестве сдерживания произвольных движений и налаживания эмоционального контакта с ребенком. Но психологи говорят, какое бы заболевание ни было у детей, такие методы в работе недопустимы. Данное поведение, то есть когда ребенку, независимо от того, болен он или не болен, его поведенческие особенности, это, конечно, не новое. Я считаю, что вообще в контексте воспитательного учреждения и в семье не оправдывает действие. То есть если ребенок болен, его нужно лечить. И, соответственно, вопросы, ну опять, это индивидуальный случай, я не знаю, что за ребенок, да, но, скажем, мы находимся все-таки в цивилизованном обществе, где какие-то вопросы решают в цивилизованном. Этот случай вызвал массу негодования среди психологов, общественников и силовиков. Оценку действиям взрослым по отношению к детям дала и министр образования Саратовской области. Марина Епифанова говорит, в частном детском центре в ближайшее время проведут проверку. Подключилась к разбирательствам и уполномоченной по правам ребенка. Даже если окажется, что это такая игра, то это игра недопустимая. А если это метод воспитания, то это еще и криминально. Так уж надо расценивать. Потому что здесь налицо, как минимум, нарушение прав ребенка, жестокое обращение с ним. Автор фотографии вначале просила откликнуться всех, кто столкнулся с подобными методами лечения. Однако чуть позже удалилась снимок, подписав «всех все устраивает». В Министерстве образования области обещали довести дело до конца. Сами они проверить заведение не могут, а потому направили обращение в прокуратуру.